Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем изучение священной евангельской истории. И в данной программе поговорим о возвращении святого семейства из Египта и их поселении в Назарете, опираясь на текст Евангелия от Матфея, глава 2, стихи с 19 по 23. «По смерти же Ирода все ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архелай царствует в Иудее, вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. Нам неизвестно, сколько времени пробыли Иосиф с семьей в Египте. После смерти Ирода ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Интересно отметить почти дословное совпадение этих стихов со стихами 4 главы книги «Исход» в греческом переводе. «Спустя много дней умер египетский царь, и сказал Господь Моисею в земле Мадиамской, «Пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все искавшие души твоей». «И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую». В изложении Евангелиста Матфея мы также встречаем слова «Ибо умерли искавшие души младенца». И хотя было сказано о смерти одного Ирода, евангелист не случайно употребил здесь множественное число, подразумевая не только смерть Ирода, но и составлявших его окружение, то есть единомышленников и подчиненных, исполнявших его желания и намерения. Римские императоры не стремились к полному подчинению своих провинций, а сохраняли в них некоторые возможности самоуправления. Доверяя Ироду, они позволяли ему управлять значительной территорией, но Ирод хорошо понимал, что ни одному из его сыновей Рим не предоставит такой же власти. После смерти Ирода его царство было разделено между тремя его сыновьями. Архилай получил Иудею, Самарию и Идумею, Антипа, Галилею и Перею, Филипп, земли за Иорданом. Они не получили царских титулов. Архилай назывался этнархом, то есть правителем народа, а его братья – тетрархами, то есть правителями четвертой части страны. Утверждая эти должности, Риму легче было обеспечивать лояльность местных элит и поддерживать стабильность на своих окраинах. Следуя по велению ангела, Иосиф, встав, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Дойдя же до Израилевой земли, Иосиф намеревался поселиться в Иудее, то есть в Вифлееме, откуда по пророчеству Михея должен был выйти Христос. Но, услышав же, что Архилай царствует в Иудее, вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти. Дело в том, что Архилай во всем напоминал своего отца и ознаменовал начало своего правления массовыми убийствами. По словам Иосифа Флавия, в первые дни своего царствования Архилай умертвил в храме в праздник Пасхи 3000 евреев. К тому же он был настолько скверным правителем, что его подданные в конце концов не смогли больше терпеть его и отправили в Рим посольство с просьбой освободить его от правления, что и сделал римский император Август, лишив его звания и отправив ссылку в Галилею, где тот и умер. Но все это произойдет позднее. А в тот момент совершенно очевидным было, что, несмотря на смерть Ирода, было все еще опасно возвращаться в Иудею, ведь на престоле находился жестокий Архилай. И потому Иосиф, получив во сне откровения, пошел в пределы Галилейские, где царствовал более умеренный Ирод Антипа. Галилея представляла собой область, расположенную на севере Палестины. Назарет, в котором поселились Иосиф с семьей, был настолько небольшим и незначительным городком, что не был ни разу упомянут ни в Ветхом Завете, ни позднее в Талмуде. Матфей пишет «И придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Эти слова представляют большой интерес. Дело в том, что таких слов нет ни одного из пророков. Иоанн Златоуст полагал, что изречение это, взято евангелистом из ветхозаветной книги, потеряно евреями. Епископ Михаил Лузин в своем труде толкования на Евангелие от Матфея пишет, что евангелист не указывает, в частности, ни на одно пророчество, но имеет в виду общий характер пророчеств об уничиженном состоянии Христа, так как не говорит «реченное через пророка, но через пророков». Евангелист Матфей, несомненно, видит исполнение пророчеств в том факте, что семья поселилась в Назарете. Словом «назарей», а точнее «назир» в Ветхом Завете назывался человек, посвятивший себя Богу и, в знак этого, принявший на себя определенные обеты – не стыть волос, не пить спиртных напитков. Конечно, такое определение скорее подошло бы Аскиту Иоанну Крестителю, чем Иисусу Христу, но это слово приобрело и более широкий смысл, например, «святой», как часто оно переводится в септуагенте. Пророки, предвозвещая о Мессии, часто говорили о его уничиженном состоянии, а жители Назарета были презираемы евреями. Выйти из Назарета или являться Назареем означало быть в пренебрежении, в презрении, быть уничиженным, отверженным. На Христе, поселившемся в Назарете, бывшем в уничижении, дошедшем до смерти на кресте, и исполнилось в точности сказанное через пророков. Завтра в нашей программе, дорогие братья и сестры, мы внимательно рассмотрим историю посещения отроком Иисусом Иерусалимского храма, который описал в своем Евангелии апостол Лука. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! 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 Благослови, Господи!